привет друзья сегодня у нас будет видео посвященные рубрике видеоблог и поговорим и сегодня о штативе фирмы зомой professional tripod я подобный ролик уже делал но на штатив более младшей модели это зомой z688 это алюминиевый штатив сегодня мы поговорим об карбоновом штативе модель z888 он чуть постарше но в принципе особо таких отличий нет и в принципе я бы хотел на них остановиться рассказать в чем же разница этих штативов чтобы возможно кому-то это поможет дальнейшем выборе итак давайте сразу попутно будем с комплектацией останавливаться в комплекте идет вот такой чехол причем сшит достаточно качественно и он сам по себе уплотнитель такой от мелких повреждений может сохранить в целости ваш штатив также в комплекте ремешок который у нас крепится на обратную сторону ну очень удобно в походах в принципе я и брал этот штатив себе карбоновый потому что он легче в комплекте по сравнению с алюминиевым с алюминиевым такой же модели почти на пол килограмма то есть данным штативом я буду пользоваться дома в стационарном а вот с собой на рыбалку удобно брать вот этот и там если это куда-то там в какой-то поход там или прогулка тут очень удобненько на плечо повесили можно спокойно его переносить ну в комплекте также идет у нас и такой удлинитель с болтиком потом я расскажу зачем он нужен различная кинематическая схема и ключ кстати основное отличие вообще этих штативов то что их можно вообще полностью разобрать практически до мелочей всяких я уже не первый раз покупаю этого продавца как бы товаром не положил в подарок салфеток чтоб протирать линзы объектива несколько штучек и ремешки продавец вообще адекватной с я заказывал него и на алиэкспресс и на ebay есть магазин кому интересно ссылка оставлю в описании вот в принципе из комплектации все давайте теперь остановимся на самом штативе как уже сказал он состоит из карбона имеется три положения регулировки ног и от принципе это было надо таким большим преимуществом почему я рассматривал данный штатив а потому что его можно установить практически на любой поверхности сейчас мы его вставим среднее положение в таком вот виде и можно еще шире поставить то есть вообще практически он будет стоять на земле не знаю для каких это условий но есть такие функции отлично я же практически всегда пользуюсь им в таком положении стандартным на ножках имеется 2 неопреновых такие вставочки в холодную погоду очень удобно настраивать переносить наклонять и вот данным штативом я уже пользуюсь практически полгода очень удобно и надежная фиксация одним движением руки мы его собираем очень классно быстро можно разобрать и собрать значит еще такой отличительной особенностью на что я сразу обратил внимание а у данного штатива на ножках просто они резиновый сделаны под конус в данной же модели уже имеется такой вот микрон металлический наконечник то есть в данном случае да мне удобно на какой-то каменистой местности там или вот здесь на природе мне удобно конечно с этим но когда я пользовался пробовал им дома на паркете скользит есть удобная функция мы их выдвигаем и все можно использовать уже резиновые то есть такая от мелочь ну кому-то может будет это актуальным нужным вот и без проблем можно уже ставить его на любую поверхность ну в данном случае мне удобнее чтобы было металлический значит давайте сейчас я вам сразу покажу его рост насколько мне память не изменяется 170 с лишним сантиметров мы сейчас говорим о 888 они есть алюминиевые и есть карбоновая разница в модификации будет в названии в конце стоять буковка с русская вот такой вот он мой рост метр восемьдесят два сразу пока он установлен расскажу что а у нас верхняя часть это тоже регулируется высоте чтобы вам удобнее было видно здесь есть вот такой вот крючочек если вы там его как-то наклоном установили или сильный ветер то есть возможность повесить какой-то грузик ну вот у меня литровая вода и тогда он все уже стоит мертво комплекте будет такой приятно очень пилировой чехольчик который защищает нашу голову от всяких пыльных воздействий сейчас я позже расскажу почему значит как уже сказал нагрузка 15 килограмм штатив достаточно устойчивый я на него ставлю зеркальную камеру под различными углами и без каких-либо проблем стоит достаточно устойчиво значит какое еще можно отличие видеть его данного штатива это голова принципе когда я только и собирался покупать штатив 1 я читал отзывы по поводу использования его как съемки панорамы мне вот на рыбалках приходится это достаточно часто делать и с рук это получалось не совсем хорошо руки по-любому будут дрожать и получается очень некачественная съемка а здесь же используется очень вязкая какая-то жидкость внутри вот этот болтик у нас регулирует фиксирует поворот данной головы мы его ослабили чуть-чуть и вот он так очень туго умеренно туго специально сделано для того чтобы мы могли плавненько им регулировать вот теперь съемки панорамы вообще очень классно снимать здесь есть грудуровка которую можно там если вам нужно точно там настолько градусов повернуть то без проблем здесь есть меточки так давайте теперь поговорим об отличиях что касается у нас головы принцип тот же самый вот этот большой фиксатор у нас регулирует свободу действия нашему шарику который стоит по центру благодаря этому можем абсолютно в любом положении настроить камеру причем скажу что что этот что другой штатив он достаточно устойчивый она давайте я пока вам прикручиваю сразу щас покажу что значит здесь один уровень в данном штативе их три один с этой стороны и 2 ту же стоит то есть в какую бы мы сторону его не наклонили мы можем идеально ровно выставить по уровню причем уровне скажу вам достаточно точной по фиксации принцип тоже самый верхний вот этот болтик регулирует отъезжает вот эта фиксирующая планка здесь у нас есть дополнительный вот такой вот фиксатор с помощью которого мы можем не до конца не откручивать принципе его и выдвинуть нашу платформу верхнюю сторону установлен мы его чуть-чуть ослабили нажали на кнопочку и вывезли сторону так давайте теперь я вам расскажу про дополнительные функции уже на новом значит это считается штатив монопод а почему так потому что с помощью вот этой ножки которая у нас она одна откручивается на ней есть вот такой вот резиновое плотение которое нам указывает на том что это ручка у нас ножками это у нас раскручивается значит чтобы сделать монопод максимально длинный для этого нам необходимо открутить вот этот болтик на которой мы можем вешать какие-то утяжелители и снять дополнительную эту крышку ослабляем и вытаскиваем в комплекте как уже сказал шла у нас ножка удлинительно кстати не совсем не понимаю зачем она нужна потому что ну можно абсолютно без нее обойтись просто мы берем болтик наш закручиваем одна длинная одна короткая короткой нужно закрутить вот в эту часть более длинная потому что там резьба находится глубже и все у нас получается такой вот замечательный монопод селфи палка что хотите то как ее используйте достаточно длинная мой рост 183 как уже сказал ну вот да прилично это также было немаловажным у меня при выборе еще первого штатива но большинстве случаев мне он нужен чтобы поснимать там какие-то там листочки паутинки ну такую макросъемку сделать как правило я его использую немножко по-другому возможно вам будет тоже полезно это знать я откручиваю сразу вот эту вот голову штатива практически вообще полностью весь разбирается так что можно не бояться тут раскручивать все что угодно не ставим голову сверху то есть мне этого в принципе вполне достаточно повторюсь вот для каких-то низких там манипуляции подошли там зафиксировали жестко стоит сняли низкой еще при необходимости можно там сверху что-то поснимать тоже такое на штативе в разобранном состоянии также имеется ручка для переноса удобно носить принципе наверное все на основных моментах я остановился основное отличие вам рассказал также он достаточно компактно складывается очень интересная система то есть нужно наоборот его сложить и получается такой достаточно компактный сумочку все необходимое складываем транспортировки также он неприхотливый все вот и сразу еще хотел рассказать по поводу линз вообще у этого продавца там магазин связанный с различными аксессуарами для фото-видео аппаратуры ты там я у него заказывал линзы различных направлений значит изначально я попробовал одну линза заказал у него обычная защитная линза без каких-то либо эффектов вот я и пользуюсь доволен тоника достаточно хорошего качества оригинальными как бы не пользовался никогда не знаю не с чем принципе сравнить но качество картинки полностью устраивает вот так же мне есть полиционная и еще четыре штуки с различными эффектами пока что конечно у меня опыт использования совсем такой велик но у меня оранжевая красная серая и синяя оранжевую красную я уже нашел применение классно получается на восходе и на закате когда вот допустим вчера был закат не совсем такой яркий и с помощью линзы она половину закрашена с плавным таким переходом ее можно крутить под различным углом и придавать необходимой насыщенность на у цвета который вам необходим нотк на закате допустим оранжевый красный прикольно смотрелось это нас закручивается прямо сверху того же этого той линзы и есть у нее функция такого свободного поворота и мы смотрим как нам удобнее фотографируем укроп классные такие оттенки получается не совсем конечно еще я нашел в из применения серого и синего цвета может кто-то знает где классным получится вот его использовать я думаю как-нибудь на небе чтобы там ярко такое выраженное получилось но вот оранжевый красный на закате это точно классно получается в принципе на этом все спасибо всем за просмотр и если вам данное видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и следите за новыми выпусками всем пока